Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сегодня вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым въезжающий на перекресток с круговым движением обязан уступить дорогу тем, кто уже находится на кольце. Инициатор изменений депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Ранее он говорил о том, что в России нет единообразия на сей счет. В некоторых городах имеются, вернее уже имелись, перекрестки с круговым движением, где главный тот, кто подъезжает к ним. Трасса 101 Сотрудники ГИБДД в этом году полторы тысячи раз сообщали о том, что их пытаются подкупить. Эти данные озвучил глава МВД Владимир Колокольцев. С другой стороны, по его словам, сотрудники собственной безопасности ведомства выявили две трети взяток, полученных автоинспекторами. Главный полицейский страны заявил, что будет нещадно бороться с гаишниками-мздоимцами. Трасса 101 Вседорожная версия Kia Rio Rio X-Line будет стоить минимум 774 900 рублей. Максимальный ценник 1 миллион 24 тысячи 900. Машина отличается от седана увеличенным до 17 сантиметров. Дорожным просветом и измененными настройками подвески. Плюс декоративные накладки на бамперах, молдинги, защитные расширители колесных арок и рейлинги на крыше. Моторы бензиновые, 100-сильный, объемом 1,4 литра и объемом 1,6, мощностью 123 лошади. В базовой версии имеются кондиционер, передние электростеклоподъемники, подогрев в передних сидений, центральный замок, система стабилизации и так далее. Трасса 101 Российские водители все чаще оформляют незначительное ДТП самостоятельно. По данным Российского союза автостраховщиков, сейчас каждый третий, угодивший в аварию автомобилист, пользуется европротоколом. Четыре года назад речь шла о каждом десятом автовладельце. Средняя сумма выплаты в рамках прямого возмещения убытков в настоящее время находится на уровне 23 тысяч рублей. Британцы решили выяснить, какие легковые машины были наиболее покупаемыми в мире в 2016 году. Первое место неожиданно занял пикап Toyota Hilux, лидер продаж в 25 странах, включая Аргентину, Австралию, Гондурас, Оман и Южную Африку. На втором месте оказался Volkswagen Golf, Германия, Бельгия, Норвегия и так далее. На третьем месте еще один тяжеловес, Toyota Land Cruiser. Добавлю, что в России машиной номер один в прошлом году был Hyundai Solaris. В 2017-м Пальма первенства достанется либо Kia Rio, либо Ladi Granta. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.